С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Местным жителям, прибывающим в Нинецкий округ из других регионов без справок об отсутствии новой коронавирусной инфекции, дадут три дня для прохождения тестов на Рьенмаре. Девиантное поведение подростков. В силу каких причин подрастающее поколение проявляет агрессию и совершает действия вандализма в общественных местах Нарьенмара? 17 октября завершается речная навигация в водоемах большинства муниципальных образований округа, в том числе в городе Нарьенмаре и поселке Искателей. На западе округа навигация продлится до 24 октября. В администрации округа прошло заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19, второе с начала этой недели. На территории Нинецкого округа продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусную инфекцию по одному случаю выявили у жителей Нарьенмара и села Оксино. Оба случая завозные. Еще двое Нарьенмарцев выздоровели за это время. Таким образом, лечение на сегодняшний день получают 29 человек. Трое из них проходят его в стационаре окружной больницы. Как стало известно по информации, полученной в ходе заседания оперативного штаба, на самом деле в стационаре окружной больницы находится 6 заболевших, трое из которых в состоянии средней степени тяжести с лабораторно подтвержденным диагнозом. Еще трое проходят тестирование. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, штаб рекомендовал работодателям перевести на удаленную работу, где это возможно, сотрудников старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы сохранить здоровье людей, которые максимально подвержены заболеваниям и не усложнить их жизнь, решили мы, что такая мера все-таки на сегодняшний день нам необходима. Также рекомендательный характер с 19 октября будет носить норма о переводе на удаленную работу 30% численного состава организаций и предприятий округа. Рекомендательный, потому что не все учреждения могут позволить себе работать удаленно, особенно предприятия непрерывного производственного цикла. По подведу, у нас не выведут 30%. Откуда сделалась такая цифра? Тот же телевизорная компания, они завязаны на студиях, на технике. Мы не сможем обеспечить 30% в удаленке. Андрей Александрович, у нас такая же ситуация по учителям, поэтому может здесь тоже вести рекомендательный характер максимально, что так же, как и по третьему форту, но неофициально. И работодачи самостоятельно будут смотреть, исходя из возможностей. У нас так учителя говорят, а если мы сейчас еще будем переводить на дистанцию, нам придется все школы закрывать. Расширен и перечень общественных мест, где масочный режим обязателен. В частности, это касается посещения родителями школ и дошкольных учреждений образования. Войти в образовательные учреждения родители теперь могут только в масках. Ношение масок не носит обязательный характер для детей и работников образовательных учреждений. Для работников пищеблоков масочный режим был еще введен с 1 сентября. Обсудили в ходе заседания штаба и порядок самоизоляции жителей округа, прибывающих из других регионов. Прибывающим местным жителям на блокпостах будет выдаваться не предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции, а информация об ограничениях, действующих на территории региона. Далее прибывшему, если у него нет справки об отсутствии заболевания, дается три дня на то, чтобы пройти тест на Ринмаре. По отношению к командировочным будут действовать другие правила. По ним можно, я считаю, и нужно прописывать отдельным блоком, что они обязаны будут нам долететь на работу уже со справкой. Либо, если такой справки нет, соответственно, садятся на самоизоляцию и не заражают жителей нашего региона. При отсутствии справок об отсутствии заболевания приезжим к командировочным прямая дорога в обсерватор на самоизоляцию, причем за свой счет. Поэтому принимающая сторона на территории региона должна обеспокоиться этим заранее и предупредить прибывающих к ним в организацию специалистов из других регионов. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Навигация для маломерных судов на водоемах, расположенных на территории большинства муниципальных образований Ненинского округа, официально закроется 17 октября. Исключение составляют западные районы округа Канинский, Омский, Шоинский и Пешский сельсоветы, где передвижение на лодках запретят с 24 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. В число муниципалитетов, на территориях которых навигация для плавания на маломерных судах завершится 17 октября, входят Андикский, Великовисочный, Карский, Колгуевский, Коткинский, Малоземельский, Приморско-Куйский, Пустозерский, Тельвисочный, Тиманский, Хариверский, Хоседохарский и Юшарский сельсоветы, поселок Амдорма, а также Нарьинмар и поселок Искателей. На судоходных водоемах, расположенных на территории Канинского, Омского, Пешского и Шоинского сельсоветов, навигация для маломерных судов закроется 24 октября. По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, образование льда на реке Печора, включая порт Нарьинмар, ожидается в конце октября – начале ноября. В 2019 году появление льда на Печоре было зафиксировано 21 октября. Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Ненецкому округу предупреждают об опасности в период ледостава. Как правило, он совпадает с осенними каникулами, и дети начинают выходить на тонкий лед, не оценивая риски. Соответствующую профилактическую работу со школьниками необходимо провести в образовательных организациях и дома. Акты вандализма в общественных местах заполярной столицы становятся регулярными. Смотровая площадка в морском порту, автобусные павильоны, детские площадки – все эти объекты постоянно подвергаются физическому воздействию со стороны хулиганов. Кому мешают объекты городского хозяйства и как с этим бороться – в нашем следующем материале. Смотровая площадка в морском порту была оборудована всего два года назад, но за это время она уже неоднократно подвергалась разрушениям. Сломанные скамейки, исписанные элементы, выдернутые с корнем ели и разбитые фонари. Любимое место отдыха многих горожан систематически ремонтируют после разрушительных нападений вандалов. Были случаи, когда нам удавалось находить все нарушителей. Мы писали соответствующие заявления в МВД. На данный момент отрабатывают сотрудники, правоохранительных органов. А дальше мы планируем взыскать с нарушителей затраты, которые понесло наше учреждение во время ремонта. Но найти хулиганов непросто. Правонарушения совершаются в основном в темное время суток, когда на улице нет случайных прохожих. А значит, некому остановить нарушителей или запомнить их приметы. В рамках городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» точно направленных на некоторые объекты камер пока нет. Однако иногда хулиганы попадают в видимость камер, расположенных рядом, что способствует установлению личности правонарушителей. За совершение осквернения зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных в общественных местах предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Те же деяния, совершенные группой элит, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Но зачем ломать, если можно радоваться тому, что нас окружает? Чаще всего хулиганством занимаются подростки, а желание разрушать в психологии носит термин «девиантное поведение». По статистике, ему подвержены около 60% всех молодых людей вне зависимости от пола. И причины у этого достаточно весомые. Почему такие высокие цифры? Это, наверное, такие возрастные особенности у подростков. Социальные особенности, психологическая и психологическая незрелость у подростков. Подвержены к ним все отклонениям юноши и девушки от 14-18 лет, которые воспитываются в неплагоприятных социальных условиях. Чтобы разглядеть разрушительную силу в подростке, нужно уделять ему время, говорить с ним, проявлять интерес к его жизни. И тут ответственность не только на родных, но и на педагогах в учебных заведениях. Но самое главное – всем взрослым без исключения надо быть примерами для подрастающего поколения, еще не выбравшим верный ориентир в жизни. И тогда мир станет другим. Без разбитых фонарей и детских сердец. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ненецкий округ дополнительно получит почти 11 миллионов рублей с федерального бюджета для выплат на детей с 3 до 7 лет. Средства поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации. Доля софинансирования расходного обязательства за счет окружного бюджета будет составлять 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начали с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами ниже одного прожиточного минимума, установленного в регионе на второй квартал 2019 года на одного члена семьи. В Ненецком округе его величина составляет 20 тысяч 63 рубля. Сегодня ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет получают 1375 семей Ненецкого округа, в которых воспитываются 1746 детей этого возраста. С даты начала предоставления выплат семьям выплачено более 148 миллионов рублей, в том числе свыше 92 миллионов из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты в Ненецком округе составляет 10,5 тысяч рублей. Стоит отметить, что выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее – 31 декабря 2020 года. Если в семье воспитывают несколько детей с 3 до 7 лет, то пособие полагается на каждого малыша. Для получения выплаты необходимо только заявление от одного из родителей. Подать его можно через портал госуслуг или напрямую через отделение социальной защиты населения, либо многофункциональный центр. Также документ можно отправить почтой. Подробную информацию о выплатах можно узнать на сайте отделения социальной защиты или по телефону 484-97. Дома культуры в поселке Красное и Селеома в следующем году будут капитально отремонтированы в рамках национального проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета. Александра Литкова расскажет подробнее. Более 30 лет дом культуры поселка Красное располагается в кирпичном двухэтажном здании. Вопрос капитального ремонта учреждения в последние годы поднимался не раз. В рамках национального проекта «Культура», в котором Ненецкий округ принимает участие, провести ремонтные работы планируется следующим летом. У нас здесь многое поменяется. Во-первых, и канализация будет, и систему отопления мы будем добавлять батареи, будем вентиляцию делать. То есть инженерные сети поменяются, отопление, канализация, зал. Зал будет тоже реструктироваться немножечко. Мы хотим приподнять сидение, потому что у нас там, когда зрители сидят сзади, не видно. Капитального ремонта требует и дом культуры одного из крупнейших сел округа – Омы. Здесь функционирует 28 различных кружков и объединений. Это была задача поставлена на Совете Федерации, когда мы были в начале этого года. Нас здесь поддержали сенаторы, и наш сенатор Галушина Римфедоровна с этим вопросом очень помогала, и мы выиграли конкурс. Мы смогли выиграть более 13 миллионов рублей на ремонт двух ДК на территории округа. Это тоже с софинансированием региональным. Кроме того, в посёлке Красное будет оборудована модельная библиотека. Библиотека нового поколения станет современным интеллектуальным и образовательным центром, оснащённым современным компьютерным оборудованием и использующим в работе новейшие информационные технологии. Средства из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей на её оснащение уже получены. У нас уже готова проектная документация по ремонту здания, где будет расположена модельная библиотека. И мы сейчас смотрим источники финансирования для того, чтобы провести капитальный ремонт учреждения и реализовать федеральные средства на закупку необходимого оборудования для модельной библиотеки в посёлке Красное. Создание модельной библиотеки призвано также повысить и качество обслуживания населения. Поэтому сотрудники библиотек региона, в том числе и представители департамента, уже прошли профессиональную переподготовку и повысили квалификацию по соответствующей образовательной программе. Александра Литкова, Наталья Кислякова, Владислав Ткачёв, Телеканал Север. 14 октября – день официальных символов Ненецкого округа. 27 июня 2019 года на сессии собрания депутатов был принят закон о праздничных днях и памятных датах Ненецкого автономного округа. В законе установлены региональные даты, в числе которых – день официальных символов, который отмечается 14 октября. К основным государственным символам на уровне субъекта относятся герб, флаг и гимн. Герб Ненецкого автономного округа символизирует государственно-правовой статус субъекта Российской Федерации и отражает самобытность и традиции Ненецкого округа. Автором герба является Роман Хурда. Эскиз доработан в Государственном геральдическом совете России. Окружной закон о гербе принят 4 октября 2007 года. Флаг Ненецкого автономного округа разработан по результатам конкурса, проводившегося в 2002 году. Полотнище флага состоит из широкой белой, узкой синий, орнаментированный и зеленый полос. Граница синей полосы выполнена в виде традиционного ненецкого узора рога оленя – орламбий. Белый цвет на флаге символизирует чистоту, честность и благородство. Синий цвет обозначает верность, красоту и великодушие, зеленый – надежду, природное изобилие и радость. Гимн Ненецкого округа утвержден 23 апреля 2008 года. Конкурс на создание гимна был объявлен в начале 2006 года. Лучшим вариантом стихотворного произведения были признаны стихи ненецкой поэтессы Инги Артеевой. Композитором гимна стала Татьяна Артемьева – концертмейстер детской школы искусств города Нарьенмара. 15 июля 2015 года гимн впервые прозвучал на ненецком языке. В собрании депутатов Ненецкого округа состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» под председательством Максима Арбузова. В работе фракции приняли участие депутаты Александр Тюрсанов, Матвей Чупров, Анна Вулатова, Наталья Кордакова и Андрей Попов. Депутаты рассмотрели 20 вопросов, вынесенных на заседание Комитета собрания депутатов округа. Очередная сессия пройдет 15 октября. Парламентарии на предстоящей сессии рассмотрят информацию о деятельности прокуратуры Ненецкого округа, внесут изменения в ряд окружных законов. Кроме того, депутатский корпус намерен направить обращение председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину об оказании финансовой помощи бюджету Ненецкого округа в связи с выпадающими доходами окружного бюджета из-за падения цены на нефть. Окружные парламентарии также обсудили с заместителем губернатора Ненецкого округа Николаем Мироновым перспективы взаимодействия. Николай Миронов вступил в должность 5 октября 2020 года. В администрации округа он курирует деятельность Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций и Департамент внутренней политики, а также координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Ненецкого округа по взаимодействию с собранием депутатов. Оформить разрешение на оружие или получить удостоверение частного охранника в Нарьенмаре теперь можно только через интернет. В связи с эпидемиологической обстановкой в Ненецком округе государственные услуги Росгвардии предоставляются исключительно в электронном виде и по предварительной записи. В настоящее время личный прием в Центре лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу осуществляется исключительно по предварительной записи. По понедельникам, вторникам и четвергам с 10.00 до 17.45 можно записаться по телефону для справок 4-69-60. Посетителям рекомендуется иметь при себе средства защиты органов дыхания. Это маски или респираторы, а также перчатки. В Росгвардии предлагают воспользоваться преимуществами интернет-портала госуслуги. Это и скидка 30% на уплату государственных пошлин, и отсутствие очередей, и упрощенный документооборот, и мгновенный доступ к необходимой информации. Тем, у кого нет доступа к интернету, окажут помощь по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Вам необходимо будет записаться на прием, вот по этому же номеру телефона, когда все будут документы на руках, мы запишем. Здесь поможем вам подать заявление, здесь же можете оплатить госпошлину. 30% на скидку. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...